Итак, привет, друзья! Значит, хотел выразить такой свой некий гнев по поводу игры Fallout 4. То есть, гнев не потому, что она якобы получилась с точки зрения контента, сюжета, возможностей, плохая. Нет. Вовсе не поэтому. С этой точки зрения она вполне приемлема и хороша. Но с точки зрения технической это просто, ну, честно говоря, неуважение к многим геймерам, игрокам, ну и вообще пользователям, покупателям. Объясню почему. Во-первых, ну вот я вам покажу свою систему. Значит, процессор, начнем с процессора. Это шестиядерный процессор Athlon AMD FX6300, не разогнанный сейчас, 3,5 ГГц, до 4 ГГц можно поднять с легкостью. Значит, 12 ГБ, достаточно-таки быстрой памяти с шиной 1800. Но видеокарта у меня, ну, у меня до этого была более-менее нормальная, терпимая. Видеокарта GeForce GTX 580, вполне хорошая, отличная видеокарта, но она сгорела. То есть, все, ушла в небытие, так сказать. Ну, пришлось временно установить 4890 себе видеокарту. RADON 4890, тоже отличная видеокарта. В общем-то, раньше вообще замечательная. Здесь сейчас вполне хорошая. То есть, да, уже шестилетней давности видеокарта, но фактически здесь гигабайт памяти, быстрый DDR5, 256 шина. Это игровая, хорошая видеокарта. Я понимаю, что видеокарта это не только память, главное это чип. То есть, но что здесь, какие нюансы именно по ней держит? Она максимум DirectX 10, 10, 1. А Fallout 4, ну, никак не хочет воспринимать видеокарты, не поддерживающие DirectX 11. Казалось бы, ну, да, хорошо, я бы понял эту ситуацию, если бы, если бы в Fallout 4 было привнесены какие-то изменения, какие-то действительно фундаментальные, серьезные нововведения в техническом плане. То есть, движок там новый, какой-то суперсовременный, что, ну, вообще, то есть, нельзя запустить, то есть, игру на DirectX 11, там, только на DirectX 11 можно запустить. Ниже, ну, никак, просто суперновая технология, которая дарит там какие-то просто невообразимые новые визуальные эффекты, там, возможности, там, интерактивность и так далее. Но нет, этого нету. То есть, движок обычный, движок Fallout 4 обычный, там, ну, честно говоря, я уже подзабыл, на каком движке они делали. Может, на движке Skyrim, там, то есть, значит, движок вполне обычный. Супер каких-то новых технических нововведений нет. То есть, игра, да, хорошо проработана, сделана, но это не какой-то там сверхтехнологичный проект, который невозможно запустить на DirectX 10. Это не так, на самом деле, то есть, просто, как сделали разработчики фактически. Просто они плюнули в лицо тем пользователям, у которых, пускай и мощные видеокарты, 4890 вполне хорошая видеокарта. Я, то есть, на ней могу поиграть без проблем еще в большинство современных играх на средних, стабильных, а может и высоких настройках. Потому что все равно все затачивается под приставки, и, ну, большинство игр, и выше приставок, большинство игр просто нету смысла прыгать. Сейчас так считают разработчики. Но вот только 10 DirectX и все, значит, все, значит, крест на всем. И Fallout у меня, ну, еле-еле мне удалось его запустить. Значит, он вообще не хотел запускаться. Удалось запустить только с помощью вот этой специальной программки DXCPL. То есть, как запускается, как вообще запустить Fallout 4 и любые другие игры на 10 DirectX, если они требуют только 11 и выше. То есть, вот нужна эта программка. Ссылка, как ее на... где взять и как настроить, там очень просто, в описании будет. Значит, ну, нашел эту программку, воспользовался. Да, то есть, поначалу вообще, то есть, Fallout даже не запускался на этой системе. Хотя система отлично, ну, как хорошая, по-моему, видеокарта, да, устаревает. Но не произошло никакой революции в том, чтобы, ну, большинство технических средств перешло вот только на DirectX 11. Нету этого. Соответственно, ну, Fallout, ну, а у меня Fallout, ну, вообще никак не запускался. Просто черный экран резко вырубался. Соответственно, ну, я настроил через эту программку. Да, все, Fallout начал запускаться. То есть, вполне, ну, да, запускается все, но первоначально я столкнулся с тем, что количество кадров было ограничено. То есть, даже в меню это видно, максимум 30-ка. Опять же, поискал, нашел настройки, то есть, настроил, все разблокировал. Потому что первоначально настройки под Fallout, количество кадров FPS снижено под приставки до 30, просто чтобы на приставках игра не тормозила. То есть, это можно разблокировать, потому что компьютеры там могут быть, ну, не могут быть, а очень часто мощнее приставок, даже сейчас самых современных. Соответственно, внес некоторые настройки, убрал это ограничение частоты кадров, но хотя в игре мне никак не помогло. То есть, я вот на своей системе с шестиядерным процессором, с 12 гигабайтами оперативной памяти, и с видеокартой, гиг памяти DDR5 и 256 шиной. То есть, и я, ну, в самой игре, даже в самом начале, то есть, там, где я в доме, еще до катастрофы, то есть, у меня 1-2 кадра показывает, все, и я просто слайд-шоу сплошно. Ну, как это возможно, скажите? Ну, я понимаю, что, там, драйвер там новый нужен, ну, да, пускай там 10-15 FPS даст, но не 1-2, 1-2 вообще невозможно играть. Я все перепробовал, все настройки. Сбрасывал, кстати, до разрешения 480, ой, 800 на 450, вроде бы так. И самые низкие настройки, самые минимальные. Причем сбрасывал, искал конфиги, где, которые именно вручную уже именно убраны все настройки, потому что не всегда игра, ну, в настройках можно отключить все настройки графики. Я через конфиги эти, то есть, все изменял, то есть, все на минимум. То есть, у некоторых идет даже, пускай на слабейших видеокартах, на ноутбуках, там, всяких 720-х, там, и то показывает хоть сколько-то, там, 15-20 кадров, там, или сколько там показывало. Но идет, то есть, главное, что она более-менее новая, современная. Не важно, что она слабее. То есть, фактически, что разработчики плюют в лицо, говорят, все, давайте избавляйтесь. То есть, давайте избавляйтесь от своих старых видеокарт, ну, как старых, они вполне нормально, ощутимые, произведите революцию в графике, покупайте быстрее новое. Но это, опять же, контракт производителей железа с разработчиками, то есть, и они втихаря, то есть, это уже не первый раз такое, это уже, ну, то есть, это, фактов этому можно найти много. И вот я просто хотел высказать свое мнение, что я перерыл столько настройок, я думал, ну, все-таки же удастся более-менее запустить Fallout, чтобы просто хотя бы вначале поиграть. Я не люблю играть в игры, там, на низких настройках, там, то есть, ну, не увидеть всего того, что разработчики, как бы, пускай там не на ультра, там, всегда, но на высоких хотя бы играть, чтобы видеть хотя бы красоту, всю, и то, что задумали разработчики. Преактивность, физика и так далее, тени, все это же передает атмосферу. Но так получилось, что видеокарта сгорела, пришлось пока воспользоваться этой, вполне еще хорошей. Но никак, нет, то есть, ну, играть невозможно. И причем видно, что фактически просто 1-2 кадра при любых настройках, будь то у меня разрешение 1900 Full HD, или это 800 на 400, все равно 1-2 кадра. Видно, что просто фактически, ну, как-то это на уровне, там, драйвера, просто это... Ну, а причем драйвер, кстати, под эти видеокарты уже все не обновляется. 13.9, последняя версия. То есть, что делать? То есть, если бы вышел какой-то новый драйвер, то да, я чувствую бы ситуация улучшилась. Но драйвер не обновился, то есть, ну, никак просто невозможно просто поиграть. И это просто сделано нарочно в настройках игры, то есть, это сразу определяется, старье типа вроде этого якобы, и все блокируется. То есть, все, игра никак не... Поэтому хочу сказать вот что. Если хотите поиграть в Fallout 4, то есть, если хотите действительно поиграть более-менее в Fallout 4, то вам нужен более-менее средний процессор, хотя бы простенький четырехъядерный памяти оперативной. Ну, можно 6 гиг. Даже на 4-х запускают, но на небольшом разрешении, там, 1280 на 720. И вам нужна видеокарта минимум GTX 650. То есть, на чем-то послабее вы просто фактически не сможете поиграть. Просто не сможете, потому что, ну, так записано в игре, так прописано, что, ну, по-другому никак. Хотя, фактически, ну, то есть, это не так. Игра с технической точки зрения не революционная, и, соответственно, ну, нету, нечему там, то есть, тормозить и так далее. Просто так прописали разработчики, и запустить-то можно игру. То есть, запустить игру можно там, да, даже там на старой, вот как у меня, якобы, видеокарте. Но FPS это не прибавит. Хотя, ну, я не спорю, да, игра там проработана, детали, мелочи, но это не тарь. И вот, то есть, ситуация, когда просто нельзя даже на такой вот более-менее хорошей видеокарте хотя бы получить 20-30 FPS. То есть, этого нету. У меня просто фактически 1-2, все. На любом разрешении, на любых почти настройках. 1-2, все. Все, то есть, ну, это неправильно. Я просто к тому хотел сказать, что, ну, не пытайтесь. Если у вас не 4-х ядерный комп, не 4-6 ГБ оперативной памяти и видюха хотя бы GeForce 650 или аналогичная от Redon, то есть, ну, хотя бы гиг памяти там, то, ну, вообще не от памяти зависит, а 650-я видеокарта и выше GeForce, то, ну, вы не сможете поиграть вообще никак. То есть, это просто, ну, будет только мучение, миллион, миллион перероете информации, источников в интернете и, ну, все равно не найдете и не сможете, пока не выпустят, ну, или пока какие-то народные умельцы это не исправят, хотя маловероятно, или пока какие-то еще, может, будут изменения. А так, фактически, что рекомендую, это обновлять драйверы, это все, что вы сможете сделать, плюс убрать ограничения кадров, опять же, ссылка в описании. Ну, на этом все. Пока, пока я слаживаю руки, то есть, ну, нормально запустить игру на каких-то более-менее нормальных видеокартах, хотя, по мнению разработчиков старых, ну, не получится. Ну, чтобы поиграть, запустить можно, но поиграть комфортно не получится. То есть, ну, пока сложиваю руки, если найду какое-то действительно хорошее решение, то еще сделаю видео. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.